Конкурс «Лучший по профессии» для ребят с ограничениями по здоровью проводится в 12-й раз. Первый тур вчера прошел в Коломне. Сегодня в Сергеево-Посадской школе номер 7 собрались те, кто вышел в полуфинал. Это представители более 20 школ Подмосковья, работающих по адаптированным программам. Они соревнуются по специальностям швея, столяр и слесарь. Мы уже третий раз принимаем конкурс, который проводится среди учащихся школ, общообразовательных школ, работающих по адаптированным программам. К нам сегодня приехали дети более чем из 20 территорий. Мы создали для них место, где будет проходить конкурс. Это, конечно, мастерские по труду для девочек, это слесарные и столярные мастерские для мальчиков. Все дети, независимо в какой школе они обучаются, у них есть творческие способности, у них есть прежде всего желание получить профессию. Мальчики, которые на уроках знакомились с азами мужских рабочих профессий, показывали свое мастерство в обработке деталей. А вот профессию портного чисто женской не назовешь. В швейной мастерской работали не только девочки, но и мальчики. Они шили бриджи с карманами по представленному образцу. На выполнение практических заданий отводилось три часа. В это время для педагогов проводились мастер-классы и презентация движения «Обилимпикс» в Московской области. Эти соревнования полезны и для ребят, и для педагогов, потому что, с одной стороны, все-таки вначале проходят школьные отборочные этапы, которые как-то тоже стимулируют и ребят, и педагогов. Лучшие приезжают сюда, это и самореализация детей, и, возможно, повышение их самооценки. И все-таки это определенный рост и профессионального мастерства. Это подготовка потом к поступлению в колледж и продолжение обучения по данной специальности. Ну и, соответственно, это для педагогов возможность обменяться опытом, посмотреть, как работают другие коллеги. И кроме тех заданий, которые выполняют здесь ребята, еще они приводят с собой и выставки творческих работ, которые, собственно, готовит вся школа по различным технологиям. Это всегда очень интересно. Основная тема выставки – Чемпионат мира по футболу 2018 года. Есть индивидуальные и групповые работы, выполненные в самых разных техниках – вязание, вышивание, соленое тесто, бисероплетение, выжигание, декупаж и многое другое. Старшеклассники изготовили у нас даже учебное пособие для малышей, с помощью которого мы можем изучать цифры и время. Мальчики у нас часто ездят на соревнования, выигрывают призовые места, у нас много грамот, медалей. На нашей выставке представлены работы детей. 11 городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу, представлены в виде творческих работ. Работы, представленные на нашей выставке, сделаны в нескольких мастерских. Ребята делали в технике соленое тесто, это вот на деревянных стендах у нас представлены работы. На столярных мастерских ребята выполняли инсталляции футболисты, но также головы в виде футбольных мячей у футболистов сделаны в технике папье-маше, это тоже девочки делали. А в кабинете цветоводства выращивался настоящий газон. Авторы лучших творческих работ выставки, а также участники, показавшие высокий уровень швейного, столярного и слесарного мастерства, будут соревноваться за звание победителей уже в начале марта. Финал конкурса будет проходить в Подольске. Любовь Лукашина, Михаил Жучков, Сергей Власов. День города.